Доброе утро! На 12-м канале Час новостей. В студии Юлия Ковыршина в этом выпуске. Будущее за роботами и какие технологии представят в Омске на международном IT-форуме? Дачный вопрос. Александр Бурков поручил решить транспортную проблему омских садоводов. Читает стихи, складывая числа в уме. А почему ты вдруг решил заняться именно математикой? Потому что она развивает ум. Шестилетний вундеркинд из Омска собрал награды чемпионата по ментальной математике. И подсластить службу. Печенье, сгущенки. Сгущенки у нас очень много. Они получат эту посылку, для них это будет каким-то маленьким счастьем. Как юные мечи решили поддержать солдат-срочников? Технологии будущего в Омске сегодня в нашем городе состоится торжественное открытие третьего международного IT-форума. Масштабы фестиваля поражают. В этом году он пройдет сразу на двух площадках. Деловая программа, ориентированная на бизнесменов, руководителей промышленных и сельхозпредприятий, а также учебных заведений, пройдет в Конгресс-холле. Для всех, кто заинтересован в продвижении информационных технологий, запланированы мастер-классы, семинары и дискуссии. А вторая, самая зрелищная часть форума в здании Омского велотрека. Мечей там ждут на чемпионате робототехники «Робофест-2018». В нем примут участие школьники и студенты. Их разработки будут интересны не только детям, но и родителям. Любой родитель, несмотря на то, что будет будний день, надо взять ребенка за руку, несмотря на то, что может быть неудобно, прийти посмотреть, как детишки занимаются. Там траектория образовательно показана, начиная детского садика, школы, предприятия, вузов, представленные вузы. Ну, на самом деле, именно то наше будущее. Если каждый родитель, естественно, беспокоится перспективой своего ребенка, чему ему дать, какие именно знания ему будут важны в ближайшее время, он там найдет ответы на все свои вопросы. Современные IT-технологии стали применять и омские ресурсники. Показания счетчиков за горячую воду и тепло теперь принимает робот. Позвонить роботу можно по телефону 8 800 770 74 60. После автоматического соединения нужно продиктовать показания индекс ЖУ лицевой счет с общей квитанцией за отопление горячей воду. Машина понимает даже невнятную речь и сама вносит данные в электронный реестр. Найти оптимальный вариант организации транспортного сообщения для садоводов товарищества «Железнодорожник» и «Пищевик» поручил Александр Бурков, главе Омского района Геннадию Далматову. Дачники пожаловались главе области на многолетнюю проблему на личном приеме. Вера Лазарева рассказала, что жители испытывают неудобства из-за отсутствия проезда к их дачам. Семь лет назад, после закрытия проезда через железную дорогу на станции «Входная», добраться до городов можно только проселочными дорогами. На восстановление переезда рассчитывать не приходится. Единственный вариант – добираться через ближайшие населенные пункты. Для этого нужно построить дорогу, средство на которую в этом году не предусмотрено, так как нет соответствующей документации ни проекта межевания, ни проекта планировки. Тем не менее, Александр Бурков считает, что нужно искать решение проблем. Он поручил в ближайшее время провести ревизию дорог в привязке к садоводствам, чтобы найти вариант организации подъезда к дачам, а также выяснить цену вопроса. Проверят трижды. Новые лифты теперь будут проходить серьезный контроль. Новые кабины по программе капитального ремонта сейчас устанавливают в домах на Красном пути, в бульваре Заречном. Здесь же демонтированы старые лифты, установлены новые двери, идет монтаж направляющих. В ближайшее время аналогичные работы начнут в доме 69 на магистральной, а также по адресу Бархатовой 3. Принимать работу будут в несколько этапов. Сначала на соответствие всем ГОСТам новый механизм оценят эксперты испытательной лаборатории. Затем лифт проверят специальные комиссии, состоящие из представителей фонда капремонта, инспекции, жилищного надзора, собственников и управляющей компанией. И только потом, в случае положительного заключения, лифт предъявят инспектору Ростехнадзора. Эпилепсия – болезнь, которую можно вылечить. В Омске прошла научно-практическая конференция неврологии, эпилептологии и эпилепсии генома. В ней принимали участие ведущие врачи из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Астрахани, Ростова-на-Дону, Волгоград и городов Сибири. Медики обсуждали новые методики избавления от этой загадочной болезни. Форум приурочен к Международному дню эпилепсии, который ежегодно проходит 27 февраля. В Омске сегодня возможны все методы лечения, в том числе и новейшие стимуляции блуждающего нерва. Кетогенная диета в Центре неврологии и эпилепсии Святого Пантелеймона клиники «Евромед». Никита Смирнов с подробностями. Больше сотни именитых врачей. Проблему возникновения лечения эпилепсии обсуждают ведущие специалисты страны. Сейчас российские медики с успехом избавляют пациентов от одной из самых загадочных болезней в мире двумя методами. Медикаментозный, если эпилепсия проявляется на ранних стадиях и хирургически, в самых запущенных случаях. Последний родом из Омска. Открыли его еще в 50-х годах прошлого столетия. Мне очень приятно будет сказать о Юре Николаевиче Савченко, заведующей кафедрой из Омска, который учился у великого Пенфилда и который одним из первых в нашей стране начал операции при височной эпилепсии. Сегодня лечение хирургическим вмешательством происходит на другом, более высоком уровне. Больному с помощью компьютерной томографии сканируют буквально каждый участок мозга. Дальше специалисты индивидуально разрабатывают программу лечения. В медицинском центре неврологии и эпилептологии Святого Пантелеймона клиники Евромет есть все необходимое оборудование для эффективного избавления от тяжелого недуга. 80% больных навсегда смогут забыть о болезни после вмешательства квалифицированных врачей. У нас в Омске и в ближайших регионах, в Тюмени, в Новосибирске, где созданы федеральные центры нейрохирургии, есть более редкие методы стимуляции облуждающего нерва, есть кетогенная диета. И именно перечень этих новых методов лечения позволяет нам лечить пациентов с эпилепсией, в том числе и детей, повышать их качество жизни. Как говорят специалисты, сегодня заболеть эпилепсией может каждый. До сих пор полностью не изучена причина возникновения загадочного недуга, но бороться с ним возможно. В первую очередь с помощью современных технологий. Никита Смирнов, Денис Лопарев, 12 канал. Шестилетний математик-мандеркинд Захар Герман вернулся в Омск сразу с несколькими наградами Международного чемпионата по ментальной математике. В своей возрастной группе мальчик выиграл бронзу за решение примеров с трех и четырех значенными числами на скорость, а в творческом конкурсе занял первое место и декламировал стихи, одновременно занимаясь арифметикой. Все вычисления Захар делает без калькулятора, складывая и вычитая исключительно в уме. Анатолий Соколенко познакомился с вундеркинда. Захар пока не знает, кто такой Пифагор и лишь застенчиво улыбается, когда его называют странным для мальчика именем. Зато с математикой управляется ничуть не хуже великого ученого. В свои шесть лет складывает, вычитает, умножает и делит четырехопятизначные числа в уме. На самые сложные примеры тратит не больше пяти секунд. А почему ты вдруг решил заняться именно математикой? Почему тебе нравится? Потому что она развивает ум. Развивает ум? Да. И ты так можешь складывать числа в скольки значения? В стрелах. Пяти. Пятизначные? Да. То есть, например, если попрошу тебя сложить три тысячи и четыре тысячи? Семь тысяч. На занятиях с педагогом Захар решает куда более сложные примеры. А на международной олимпиаде в Москве он занял третье место в скоростном решении примеров высшей категории сложности – Анзан. Опередил больше двухсот участников из России и соседних стран. Впрочем, зрителей жюри еще больше покорило его выступление в творческом конкурсе. Дошкольник решил 20 примеров. На каждый уходило меньше секунды, но главное – юный математик, вычисляя в уме, еще и неплохо читает стихи. Я в искусстве разбивался, знал, что плохо, а что нет. Разбивался интеллект. Мама Вундеркинда признается – победа ребенку далась нелегко, но другого результата, кроме попадания в тройку лучших, быть и не могло. К выступлениям Захар готовится тщательно. Любую свободную минуту посвящает арифметике. Иногда даже доходит до крайности. Буквально история не так давно. Мы должны были лететь в Москву, но в связи с погодными условиями задержали рейс. И вот отменяют рейс, мы приезжаем домой, время 6 утра. Я не смогла уложить ребенка спать, рейс был отменен до двух дня. Мы сели делать тренировку. В 6 утра, при том, что все родные спят, он делает тренировку, потому что потом ему надо лететь. И он понимает, что когда он прилетит в Москву, он уже этим не займется, и он выполнил весь свой тренировочный блок. В сентябре Захар пойдет в первый класс. Времени на дополнительные занятия с педагогом станет гораздо меньше. Впрочем, юный Пифагор говорит, математику не бросит ни при каких условиях. И уже сейчас уверен, что она точно пригодится ему во взрослой жизни. Анатолий Соколенко, Павел Манжос, 12 канал. Душевные письма, сладости и теплые носки. В рамках акции «Один день из жизни солдата» омские школьники собирают посылки для бойцов, проходящих службу в Омске. Предметы первой необходимости, канцелярию и продукты юноши и девушки покупают для военнослужащих, находящихся вдали от семьи. Подарков хватит на всех. Одни только воспитанники Дома детского творчества в Ленинском округе собрали более 50 посылок. Коробки передадут в 242-й учебный центр ВДВ, танковый институт и еще несколько военных частей уже сегодня. Тогда же бойцы получат от юных волонтеров письма с добрыми пожеланиями. Мы всей школой собирали какие-то отдельные моменты, которые лежат в посылках печенья, сгущенки. Сгущенки у нас очень много. Мне кажется, что это очень важно, потому что эта посылка идет солдатам, которые оберегают нас, которые защищают свою семью, родину, нашу страну в целом. И если они получат эту посылку, для них это будет каким-то маленьким счастьем. Когда ребята пишут письма, не просто куда-то в пустоту, а конкретному солдату, как они его называют, с обратным адресом, и этот солдат отвечает им, вы не поверите. Ощущение просто того, что они просто находятся и друзей. В историческом парке «Россия. Моя история» стартует проект эстафета «Подвига». Он приурочен ко Дню Защитника Отечества. Любой желающий сможет рассказать о подвигах членов своей семьи, которые в разные годы защищали родину. Сегодня в 13 часов участники встречи прочтут не только произведения известных авторов, но и свои собственные сочинения о войне и мире, о мужестве и отваге. Присоединиться может каждый. В 14 часов сотрудники ПАДКО начнут принимать от посетителей заявки, в которых должна содержаться информация о члене семьи, принимавшем участие в военных действиях, его фотографии. Все поступившие материалы разместят в фойе на специальном стенде. Весь день для посетителей будут работать тематические экскурсии, во время которых расскажут о великих полководцах и победах русской армии. Акция продлится до 9 мая и завершится праздничным концертом. И последнее. В Омске стартовал фестиваль «Лучшая театральная работа» 2017 года. В этом году конкурс пройдет уже в 24-й раз. Среди участников спектаклей театра драмы, галерки, лицейского театра «Орликина» и «Тюза». Всего 18 постановок. Ближайший конкурсный показ состоится 22 февраля в драмтеатре. Это будет пьеса британского драматурка Питера Шефера Мадей, постановка польского режиссера Анджея Бубеня. Это своего рода исповедь Антонио Сальери, его рассказ об убийстве великого композитора Моцарта. Ну а награждение лауреатов премии пройдет в преддверии Международного дня театра 26 марта. Омск Сайдинг Инвест. Акция. Скидка на доставку, скидка на монтаж. По здоровью есть вопросы. 48-38-38. Ходил раньше Иван из Горьковского за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцене, что и склад, и магазин. Здесь сельдь свежемороженое. Всего 65 рублей за килограмм. Вот это цены! Экономит теперь Иван. И на новый мотоцикл копит. Только в феврале. Столешница из натурального камня всего за 3900. Режьте на ней, ставьте горячее. Она не подведет. Интерьер камень 590-594. Ковка 509-017. 509-017. Котлы, водонагреватели, печи, запчасти к ним. По согревающим ценам в магазине Тепловоз. У старого аэропорта. На Транссибирской 6, корпус 2. Бывают подарки, способные изменить качество жизни. Слуховые аппараты. К праздникам. Скидки. 501-500-28-1102. Мейджор Экспресс. Движение вперед. Внимание к деталям. Спонсор прогноза погоды. Медицинский центр Камелот. Пластическая хирургия. Все виды операции. Пластика век. Лазерная липосакция. Эндоскопический лифтинг. Сегодня, 20 февраля. В области и в Омске переменная облачность. Температура воздуха в районах днем до минус 8. В Омске столбики термометров покажут 10-13 градусов ниже нуля. Ветер южный. 3 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров в ртутного столба. Пластическая хирургия. В медицинском центре Камелот. Лифтинг лба и бровей. Консультация хирурга. Бесплатно. 24 04 82. Далее смотрите программу Управдом. Ну а новая информация уже в 14 часов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин